Это проект «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Сегодняшний выпуск будет специальным. В нем будет всего одна тема, всего один сюжет. Но зато какой! Это будет рассказ о вежливых людях. Ровно год назад после событий в Крыму весь мир облетел новый термин «вежливые люди» и сразу же стал нарицательным. Даже появились футболки и нарукавные шевроны с изображением хорошо вооруженных, немногословных и очень спокойных солдат. Но мой сегодняшний рассказ будет не о Крыме. Он будет о других вежливых людях. О тех, кому на сегодняшний день очень много лет. В истории Российской империи уже были такие люди. Когда они пришли в чужую страну, они не грабили города и деревни. Они вошли во вражескую столицу и ничего в ней не разрушили. Они могли ее сжечь, причем имели для этого все основания. Но не стали этого делать. Они не убивали мирных жителей и не насиловали их женщин. Более того, местные красотки сами искали повод для любви. Те вежливые люди не отбирали у населения еду, а платили за нее звонкой монетой. Офицеры и старшины, погуляв в тавернах и трактирах, платили по счетам. А в тех случаях, когда съедено и выпито было слишком много, пришел на помощь командующей армии и из своего кармана оплатил все долги. И, наконец, самое невероятное по сегодняшним меркантинным меркам, русские вежливые люди отказались от своей части контрибуции с побежденной стороны. А это была огромная сумма в десятки миллионов золотых монет. Я говорю о событиях 200-летней давности. 31 марта 1814 года русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж. Они могли его стереть с лица земли, отомстить за Москву и за Россию, но не стали этого делать. После ввода русских войск Наполеон окончательно отрекся от трона. По вполне понятным причинам тогда не было ни кинохроники, ни даже фото. Но зато были замечательные художники, которые практически в режиме мгновенной фотографии рисовали наших людей в Париже. Один из них – уличный художник Георг Эммануэль Опиц. Известно 40 его работ о наших войсках в Париже. 10 из них хранятся в Эрмитаже. Его акварели отличает живость наблюдений, добросовестное внимание к мельчайшим деталям и очаровательный налет ироничности. Я не зря сравнил эти картины с фотографиями. Они вполне могут считаться такими же исторически достоверными, как и фотоснимки. Опиц создал собирательный образ русских казаков, некий комикс, в котором его герои гуляют по Парижу. Вот смотрите, гвардейские казаки явно пользовались популярностью у француженок. Я себе с трудом представляю, чтобы где-нибудь в Смоленске наши барышни также приставали к вражеским солдатам. Один из русских офицеров оставил вот такое воспоминание. «Все француженки не показались мне красавицами. Истинно хорошеньких не было видно, но много приятных лиц. Нас поразила быстрота их глаз, их ловкость в ухватках, в одежде и особливо в обуви». Русским очень нравилось, что у француженок платья были короче, чем у нас, чтобы ноги были видны. В России такого не бывало. «Платье выше щиколотки по те временам – это очень эротично». Прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка казаков писал в своих мемуарах. «Как нам, так и солдатам хорошее было житье в Париже. Нам и в голову не приходило, что мы в неприятельском городе. Солдат наших тоже полюбили. Народ видный, красивый. Около казармы всегда куча народа и молодые торговки с ящиками через плечо. С водкой, закуской и с ластями всегда толпились около солдат». Кстати, обратите внимание на белую повязку на левой руке казака. Как вы думаете, для чего она нужна? Ответ дам чуть позже. Смотрите, вот казаки уже стали героями местных картинок лубков. Они стоят у стенда уличных художников и с интересом разглядывают эти картинки, рисунки про себя. Видно, что карикатуры очень веселят наших героев. На стенде поверх карты висит очень известный историкам портрет Наполеона. Он составлен из трупов. По этой мелкой детали, тщательно прорисованной художником, можно судить о достоверности его работ. Это еще раз доказывает, что зарисовки Георга Опица были выполнены с натуры. Некоторые карикатуры, изображенные здесь, дошли до нашей современности и хранятся в музеях. Обратите еще внимание, как горделиво стоит красавец-офицер, которому чистят сапоги. У вас есть хоть малейшее сомнение в том, что он позволит себе не заплатить мальчишке? А вот казак раздает парижанам листы с напечатанной декларацией Александра Первого. Это сюжет первых дней пребывания русских войск в Париже. С момента вступления на территорию Франции Александр дал приказ по войскам, чтобы обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать их более великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов в России. Причем, если верить акварели, то парижане были готовы подраться за свежую прессу. Вот она мечта любого газетчика. А вот так жарилось мясо. Подошел французский повар из ближайшего ресторанчика и интересуется рецептом и процессом готовки. Все казачьи полки, за исключением гвардейских, жили в полевых условиях. Их не ставили на посту к парижанам, желая упредить возможные стычки с хозяевами. Кстати, вместе с донскими и кубанскими казаками в походе на Париж принимали участие башкирские и калмыцкие полки. Они были вооружены пиками и луками, одеты в кафтаны и меховые шапки и представляли для Франции диковинную экзотику. Французы называли степняков северными амурами и купидонами. Только вот стрелы этих купидонов были явно не амурными. Кстати, именно после французского похода в Башкирии появилась деревня с названием Париж. И на юге Челябинской области тоже есть свой Париж, основанный казаками нагайбаками. До сих пор ходит легенда, что некоторые холостые нагайбаки привезли себе из Европы военный трофей – жен француженок. Вполне вероятно, что в жилах современных суровых челябинских парижан плечется частичка истинно французской крови. Помимо двух Парижей на карте России после того похода появились населенные пункты Берлин, Швейцария, Фершемпенуаз и даже несколько деревень под названием Марс. Вот мне интересно, если в Берлине живут берлинцы, а в Швейцарии – швейцарцы, то как тогда зовут жители деревни Марс? Ну, наверное, марсиане. Ну, что-то я отвлекся. На следующей картинке изображено знаменательное событие. Снятие 8 апреля 1814 года статуи Наполеона с вандомской колонны постамента. Оживленная толпа парижан устремляется к площади. Просходящее мало волнует казаков на переднем плане, ибо у них есть чем заняться. Ну, снимают себе Бонапарта, ну, туда ему и дорога. Кстати, у казака с бутылкой в руке на груди серебряная медаль 12-го года и Георгиевский крест – высшая награда для нижних чинов русской армии. Сценка в кафе, где казаки развлекаются кукольным спектаклем и приятным обществом францужинок. Незаметно, чтобы те были против ухаживания. Одна, правда, кокетливо отклонилась, разрумянилась, разулыбалась, сделала губки бантиком и строит захватчику глазки. В партизаны уходить и воевать с оккупантами она явно не собирается. Париж мог порадовать гастрономическими изысками, хотя вкусы у русских и французов не всегда совпадали. Забавный эпизод описан офицером Мерковичем. Нам указали хороший ресторан, и мы в него валились. Сели за стол, кушание подают очень порядочное. И нам в особенности хорош показался белый соус с ножками молоденьких цыплят. Счастливый гарсон, заметивши, что это блюдо нам понравилось, предложил. Не угодно ли вам повторить, все находят, что у нас отлично приготовлено это блюдо, потому что мы всегда добываем самых лучших лягушек. Мы остолбенели и поспешили ему сказать, не надо, благодарим, подавайте следующее блюдо. А вот на этой картинке казаков приглашают зайти в кофейню. В записках Муравьева-Карского можно прочесть. Парижанки приходили продавать нам водку и вино. Вино красное наши казаки называли вайном. И говорили, что оно гораздо хуже нашего зелена вина. Любовные похождения назывались у них трик-трак. И с ним словом достигали они исполнения своих желаний. Мне почему-то кажется, что барышня в белом платье предлагает явно не вино. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Навожу на параспину на невинное создание. Может быть, она подсказывает казаку, как пройти в библиотеку. А парижанин с цилиндром протянул руку за монеткой. Не гнушается серебром дикого и неоттесанного врага. И в ополчение вступать тоже не собирается. Торговые ряды и пассажи Парижа поражали русских. Обратите внимание на манекен за стеклом. И лукавый взгляд казачка на него. Он как бы думает, они привезти ли такое же исподнее своей казачки в родную станицу. Вот, наверное, и обрадуется. Один гвардейский гусар вспоминал. Кто бывал в Париже, тот знает, что там почти птичьего молока можно достать. Только были бы деньги. А деньги были розданы по повелению императора Александра Павловича чуть ли не накануне. В размере двойного и тройного жалования за все три кампании. 12, 13 и 14 годов. Вы представляете, какими богатыми туристами прибыли наши вежливые люди в Париж? Становится понятна реакция на это ужасное варварское вторжение парижан и парижанов. Кстати, о парижанках. Вот они, свесились с балкона, улыбаются захватчикам и очень рады оккупацией. Даже ждут от оккупантов каких-то активных действий. Это происходит у дома под названием полупансион юных дам на улице Дебонсенфа. Назначение дома не вызывает сомнений. На его стене висит объявление о способах предохранения от нехороших болезней. Как видите, казаки настолько богаты, что раздают милостыню налево и направо, а цивилизованные европейцы за нее дерутся. Офицер Радожецкий вспоминал так. Парижане, воображая русских по описанию своих патриотов варварами, которые питаются человеческим мясом, а казаков бородатыми циклопами, чрезвычайно удивлялись, увидевшие Российскую гвардию и в ней красавцев-офицеров, щеголей, не вступающих как в ловкости, так и в гибкости языка и степени образования первейшим французским франтом. Площадь Палье-Рояль рядом с Лувром – это такое место, где тогда было очень много соблазнов. Вот как написал об этих искушениях один русский офицер. Перед лавками, между проходящими взад и вперед, множество женщин. Из разряда тех, которых не знаешь, как и назвать. Они гуляют по две, по три, громко болтают, хохочут, отпускают такие шуточки, что в ушах трещит, адресуясь ко всякому, кто хоть мимолетно и остановит на них внимание. Париж был наводнен женщинами любого цвета кожи. Для русских это невиды, особенно афро-европейки. Эти тоже рады богатым оккупантам. Видите, как улыбаются приветливо. Но наши солдаты-орлы не поддаются на провокации. И, посмотрите, ведут себя абсолютно вежливо. Одна из дам протягивает казаку пакетик, а в нем диво-дивное русскому богатырю неведомое. Это средство интимной защиты. И, судя по всему, он таки купит гостинчик из города Парижу. Привезет к себе на Дон, вот смеху-то будет. Вот как Париж, он и есть Париж. Город соблазнов. У младших чинов в полевых лагерях были свои развлечения. Один из участников похода вспоминал. Во время военных действий у казаков всегда был сухой закон. Но после трех лет войны устроить пирушку с песнями и плясками – это огромное удовольствие. Ухарские пляски казаков, их песни и припевы очень нравились французам. Художник Опис был очень точен в деталях. Смотрите, даже здесь, на ночном привале, на руке у танцующего казака тоже имеется белая повязка. Быть в Париже и не зайти в музеи – это не в привычках вежливых людей. Произведения изящных искусств, которые Наполеон свез из многих стран как военные трофеи, и ставшие украшением французских музеев, по настоянию Александра I остались в Париже. Он считал, что в Париже они будут доступнее для всех жителей Европы. А ведь мог, как победитель, тем более победитель из варварской страны, забрать все и пополнить коллекцию Эрмитажа. Может, зря он свеликодушничал? Вот кто из современных парижан об этом помнит и знает. Муравьев Карский вспоминал «Я был в музее Наполеона и в галерее Таблю. Измерил шагами залу всей галереи. Она имеет более 300 шагов в длину. Я не был в состоянии судить о красоте картины статуй, но невольным образом останавливался перед лучшими и восхищался ими. Видал знаменитого Аполлона Бельведерского, Венеру Милоскую и множество древних статуй, привезенных из Рима». Вот очень интересная сценка. Донской казак приценивается к домашней колбасе, причем запрашивает цену без применения стрелкового оружия. Хотя с ним эта колбаса была бы значительно дешевле. Но пистолеты миролюбиво заткнуты за пояс. А второй русский в крестьянской одежде отрезает от колбасы кусочек на пробу. Многие русские дворяне имели при себе крепостные в качестве слуг. Вот, наверное, эти мужики набрались впечатлений в Европе. Обратите внимание, даже на простого мужика-бородача молодая парижанка смотрит с нескрываемой симпатией. Облокотилась на окорок и думает о чем-то о своем, о женском. На следующей картине художник изобразил, как русские купают и поят своих лошадей около моста Деля Конкоро. А парижане смотрят на них с интересом. Вся набережная забита зеваками. Похоже, что казаки совсем не обращают внимания на то, что сверху за ними наблюдают дамы. Купание русских лошадей в реке Сени осталось в памяти парижан надолго. А вот донской казак оторвался от своих войск в момент вступления в Париж и окружен любопытными парижанами. Причем он отдает им честь. На его левой руке тоже белая повязка. Настала пора объяснить ее назначение. Белый цвет – это цвет роялистов, сторонников короля, которые выступали противником Наполеона и были за реставрацию династии Бурбонов. Повязки на руки были введены во избежание путаницы между войсками союзников. Белые повязки носили все русские, а вот австрийцы – зеленые. На следующей акварели русские солдаты наблюдают за бродячим актером. Вот что вспоминал офицер 1-го егерского полка Петров. Вообще стихия парижан – это буря всех страстей. Там на каждом малом пространстве, особливо Булеварного проспекта и Елисейских полей, везде призывы сердец к наслаждению. Тут показывают выученных зверей, птиц, рыб и гадов. Фокус-покусы, фантасмагории, панорамы и волшебные фонари. Или танцы великолепных кадрильей на натянутых проволоках и веревках. Или огнецветные китайские изделия, сгорающие при звуках приятнейшей гармоники, с особливо вразумительную прелестью переливов и блесков. Ну, как красиво и витиевато сказано. Я жалею, что никогда не смогу написать ничего подобного. Звуки гармоники с особливой вразумительную прелестью переливов и блесков. Думаю, на современном русском языке лучше и не скажешь. Я сейчас приведу еще одну цитату, которую хочется раз за разом перечитывать. Настолько изящен в ней слог. Известный русский публицист Федор Глинка напечатал перевод французского сочинения «Прощание русских с парижанами», написанного от лица русского офицера. «Прощайте, поля Елисейские, прощай и ты, Марсово поле. Мы расположили на вас биваки свои, застроили вас хижинами, шалашами, будками и жили в них, как в палатках. Нередко милые городские красавицы навещали кочующих соседей своих. Они не пугались радного шуму и прыгали зефирами по грудам оружия. Мы никогда не забудем ваших чудесных трактирщиков, купцов и конфетчиков. Актеры и актрисы, певцы и певицы, прыгуны и прыгуни, прощайте. Мы уже не будем более есть апельсинов в комедии, восхищаться прыжками в опере, забавляться ухватками плутоватых гайеров на булеварах. Мы не увидим чудесных прыгунов по канату в Тивали, обезьян на площади музеума, ораторов в Антонии и китайских теней в Пале Раэль. Еще раз хочу подчеркнуть несколько важных фактов. В Париже не пострадало ни одно здание, и никто из парижан не испытал никаких притеснений. По распоряжению Александра Первого жестоко пресекались мародерства и грабежи. Особенно охранялись музеи. Русские отказались от всех трофеев и контрибуций. Историки утверждают, что Александр Первый простил Франции 150 миллионов золотых франков. Я даже не берусь пересчитывать эти огромные деньги по сегодняшнему курсу. А ведь это золото можно было бы применить на благо России. Прямо какое-то неслыханное восточное варварство и византийское коварство. Командующий русскими войсками в Париже, граф Аранцов оплатил все долги войск перед парижскими трактирщиками. Хотя ему для этого пришлось продать три своих огромных имения. А русские офицеры так подсели на шампанское мадам Клейко, что обеспечили ей астрономические барыши и постоянный сбыт на столетии вперед. Вот кто из французов и европейцев сейчас про это помнит? Опять же, мы слово «бестроим» подарили. И генотип улучшили. А то ведь у них после Костровой инквизиции совсем красивых женщин не осталось. С тех пор самые симпатичные француженки имеют славянские черты лица. Почему-то. Вот такими были они, эти вежливые люди образца 1814 года. И увидеть их, какими они были, мы можем благодаря насмешливой наблюдательности ироничного рисовальщика-репортера по имени Георг Эммануэль Опиц. Это была программа «Невредные заметки». Тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok